Ах, живот втянуть, грудь вперёд, Ах, так красиво, ах, эти танцы живота, Ах, эти чакры, ах, это школа очарования. Ах, это школа очарования. Ну что, пошепчемся о сокровенном. С вами я, Катина Салмановна Мактул Сайфу. И мой ресторан Лакафа де Бью. Уже такой, о, лёгкий ужин, как в Парижах я себе приготовила. Сейчас я его уже несу. Так что, ну, немножко, может, сюда как-то будет. Ещё этот ром, сюда, поближе сюда. Сейчас я вложу пространство. Сейчас принесу. Ох, я такая красотка. Такая супер-красотка. Такая супер-красотка. Продолжение следует... 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 Ну что, немножко тогда освежило, ох, конечно, жарко, да как-то вот очень легко, такой дождик такой легкий, где-то там стороной прошёл этот дождик такой легкий легкий дождик, стороной прошёл может быть сюда ближе подвинуть поближе там или там а я же хотела бы там вот так, приложить это чтобы не нога на ногу, моя такая идея так это супер, так это в общем это, не нога на ногу Ну, хорошо, столик есть, столик сюда вот так вот поставлю. Идея такая, сесть не нога на ногу, но чтобы это еще и красиво. Чтобы супер-красиво, чтобы это смотрелось. Вот это вот. Ну, все равно получается как-то нога на ногу. Ох, не знаю. Надо еще, чтобы еще так это живот втянуть. Ой, как говорится, чтобы еще и живот втянуть, и нога на ногу. В общем, надо немножко назад. Сейчас, ладно. Назад чуть-чуть подвинула, потому что с пространства получается маловато. С пространства маловато. Получается, тогда так сяду. Сейчас еще ручки сполосну. Сейчас, сейчас я приду. Продолжение следует... Ох, ну да, зачем нам Таиланд? Ох, у нас вообще такая погода, просто такая супер шикарная, ах, эти танцы живота, ах, эти чакры, не надо забывать, немножко такие экссессазы в ритмах танца, в ритмах танца готовить еду, как-то вот нужно, как-то вот так, придется эту ногу как-то вот так положить, все равно нужно как-то живот мне втянуть, чтобы я была красивая, так мне очень смотрится. Ну ладно, тогда покушаю, потом уже думаю. Надо было сначала, конечно, рассмотреть, как это будет, как это будет на видеосъемочке, это было маленькое такое видео, но здесь хотя я засняла, там уже загрузила. Вот оно такое было, шот-шот, ах, это золотая чашечка, ах, это золотая чашечка, ах, эти вечера. В общем, наслаждаю. Здесь самое главное, я вот заснимаю, в общем, наслаждаюсь, вот, в общем, такой легкий, легкий сэлад, в общем, беседы, беседы, чтобы это было как-то на непринужденную тему, может быть, что-нибудь такое. Дмитрий Салман, а что было интересно, вы же посетили летний интенсив Аркадия Бондаря, школа НЛП в Санкт-Петербурге, что там было интересного? Целую неделю, 10 дней, с утра до вечера, интенсив, с утра до вечера. Вот, можете, знаете, вот это вот, Дима, вот, в принципе, знаете, там вопросы, там, вот, говорите, прямые эфиры, вот, люди могут спросить. Помню, знаете, такие штучки, линия времени, линия времени, всякие упражнения, также, конечно, такое, очень много теории, вот, ну, честно говоря, я была, в принципе, особо не в восторге, вот, я, честно говоря, посетив этот летний интенсив, ну, в какой-то мере, да, в какой-то мере он для общего развития, знаете, кое-что, конечно, я оттуда вынесла. Все-таки, все-таки не зря я туда пошла, вот, а так, конечно, как бы, я эти книжки НЛП, это вообще учение, что-то я как-то его не очень, потому что вот, я не его сторонник, я считаю, что это как-то, в общем, это... Хотя я лично знакома с этим Аркадием Бондарем, мы с ним ходили там же недалеко, в кафешку, кушать. Так что вот. Так что вот. Если бы мне сказали, там, летний интенсив, как это там, хорошо получается, красивенько, летний интенсив и вообще там, там, НЛП, там, эти книжки НЛП, как они там, забыла я уже эти основатели этого НЛП. Были у меня, у меня, у меня, у меня все книжки эти куплены, этих основателей. И достаточно дорогие книжки, такие большие. И, кстати, знаете, о чем я затем забыла вам сказать? Я, в принципе, в рамках моего Life Journal, как-то у меня вылетела из головы. Я же давным-давно, когда мне было 20 с небольшим лет, вы знаете, была раньше такая, как это называется, саентология. Курсы саентология. Вот. Я прошла курсы саентологии. Помню, заплатила деньги в центре, там прошла курс саентологии, и они потом мне названивали вот сюда. И эту квартиру по моему телефону домашнему названивали много-много лет. Все приглашали на какие-то там эти курсы, там, еще что-то такое. Такие были очень настойчивые. Они звонили, я им говорила нет, они звонили каждый год. Так что вот, много-много лет. Лет десять, наверное, их не больше. Я им как-важды говорила нет, мне это неинтересно. Ну, судя вообще, что это платно и такая настойчивость у них, ну, это, как говорится, ну, мне тогда было, знаете, когда вам двадцать лет с небольшим, вот. Да так, на самом деле, это ерунда. Пользы никакой. У нас такая настойчивость, значит, в общем, как-то это все... В общем, они много лет хотели зарегистрировать церковь в Саентологии в Санкт-Петербурге. Какая там церковь под их эту психологию, там, не знаю, церковь. Я бы сказала, знаете, такой развод на деньги. Я бы так, в принципе, не сказала, если бы они мне десять лет не названивали. Я им говорила, что не надо, а они на следующий год опять звонили. Или раз в полгода звонили. Или несколько раз в году. И так, в общем. Я считаю, что информация должна быть такая, независимая из разных источников, в таком свободном доступе, чтобы можно было изучить, вы поняли, да? Ну, кто-то кошку ищет. Ну, уже опоздали, уже опоздала посмотреть, кто ищет кошку, очень кушаем. Ох, боже мой, немножко упала, ох, у меня, знаете, такая подставка, подставка проветриваем, надеюсь, что она не сломалась, подставка. Ох, я очень надеюсь, что она не сломалась до подставки. Подставочка немножко упала, но ничего. Я ее использую такой вот стороной. В общем, аккуратненько живот втянуть. Теперь надо еще надо пойти руки помочь. Сейчас пойду, еще руки помою, сейчас приду. и дальше. Иfel, пусть ищетure. Принесла еще водички. Остановилась я на том, что я считаю, что информация должна быть в свободном доступе. Сейчас как интернет, понимаете, можно заинтернетить, книжки почитать, не обязательно покупать, на ютубе посмотреть. Информацию не должны навязывать. Я вместо этого НЛП посоветовала книжку Натальи Борисовны Правдиной «Богатство в моих руках». Будем с вами еще изучать, читать эту книжку. Я и сама, мне нужно повторить. Такая очень интересная книжка. Я в рамках моей студии перед темной мысли буду читать отрывки на книге. Вот такие вот дела. И знаете, когда что-то навязывает, информация должна быть такая, свободная. Посмотрел, подумал, интересно, нет. То есть в таком вот режиме. И вот так, что в рамках. Такая жизнь, которая в моей студии, в нашей студии, в этой студии. Как минимум, как она будет делать. как мы считали, что мы захотим, что мы поиском. Ну, вообще, как у Натальи Прагдиной в «Счастливом клубе» лежали книжки, лежали цены, можно было вообще положить денежку, взять книгу, в общем, на доверие. Это тоже очень как-то привлекает. Продолжение следует... 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 как-то вот в медитации, или как-то, потому что у нее медитативных курсов много. Понимаете, вот когда вот у нее все время такое спрашиваешь, и было такое чувство, что, понимаете, вот все остальные, это мое мнение вам рассказывают, вот ее там преподаватели, какие-то девушки, женщины, у них такого нет, а в ней вот было, у нее такой какой-то взгляд, понимаете, ну вот необычно хороший, у нее какой-то взгляд в медитации, понимаете, сама она вся вот такая, понимаете, вот что-нибудь спросишь, и она вот, вот знаете, вот так вот красиво, красиво начинала что-то говорить, отвечать. Я на годы запомнила, я никогда в своей жизни не слышала, что так с мужчинами разговаривает, она разговаривала со своим мужем по телефону. Телефон шикарный, на маникюрах, она открыла этот телефон, да, дорогой, в общем, она так вкусно и сладко разговаривала, наверное, со своим мужем по телефону, что я помню это до сих пор, а было это в 2004 году. Вы можете мне сказать, что это была стыническая постановка, возможно, это пьеса, возможно, это был театр, я не знаю. Вы там узнайте, я просто вам рассказываю мои впечатления от ее лекций, семинаров, вот посмотрите ее на ютубе, какая она, за много-за много лет, смотрите, там, 20 лет она преподает. Там Турция выезжает, там различные семинары, различные страны, ее многие видели, вот там поинтересуйтесь. Кто-то мне может сказать, что да, она, знаете, вот, может быть, такая вот эта актриса, может быть, это актерское мастерство, возможно. Но как говорила Мэри Кэй, горничная, вы же великая женщина, вы не чувствуете себя великой, так притворяйтесь, пока не станете ею. Это говорила Мэри Кэй, богатейшая, кстати, она сама там разбогатела, косметика и так далее, понимаете, вот. Вот, притворяйся, что ты VIP, зайди в шикарный салон, если можешь, купи шикарные духи, оденься, как женщина на миллион, зайди вот в какой-нибудь салон шикарной машины, подмигни этим мужчинам, в общем, вот это, даже если ты не собираешься пока купить, вот такое внимание, ощутить такое вот внимание. Поинтересуйся этими машинами, поинтересуйся этими какими-то кольцами свадебными, какими-то бриллиантами, понимаете, как провести время в Санкт-Петербурге, при даже каком-то баджете, на тенге салманом не нужно вообще развлекать, понимаете, на тенге салманом можно очень хорошо развлечь, понимаете, вот это вот. Притворяйся, пока не станешь, понимаете, если есть такой минимальный баджет у вас, так одеться, понимаете, красиво одеться, накраситься, Ну, даже можно, знаете, черное платье, знаете, как вот это вот. Можно же очень баджетно и красиво одеться. И по баджету, вот съездить в разные места, ну, желательно на такси, желательно, чтобы кто-то подвез, чтобы это было как-то VIP. И съездить, понимаете, в какой-нибудь свадебный салон, поинтересоваться прайсами. Понимаете, вот как провести сказочный выходной в Петербурге. Возьмите каталог. Возьмите вот так пальцем, тыкните в самый дорогой вот этот вот салон машин. Самый VIP, вот это вот, где там, свадебный салон. Самые дорогие бриллианты магазин. Что там еще? Еще что-нибудь. Еще какие-нибудь рестораны. Зайдите в самый шикарный ресторан. Зайдите в этот Гранд-отель Европа. Подойдите к этому метро-дотелю. Только вы не говорите, что Татьяна Салманна вам советовала. Подойдите в шикарный, в шикарный Гранд-отель. Но подойдите так, чтобы вас, чтобы вас восприняли, понимаете. Надо так подойти женщиной на миллион. И сказать, что у меня скоро свадьба ожидает. Я хочу, вот рассматриваю залы и ваш в том числе. Вот покажите мне и расскажите. Не, ну хорошо, день рождения. День рождения, хорошо, не свадьба, потому что свадьба, может, как-то мы это загнули и скажем, как-то вот это вот все превратить в день рождения. Ожидается день рождения, я хочу в VIP-персон пригласить. Покажите меню, расскажите, прайсы, если мы закроем ресторан, какой-то прайс будет. Но нужно говорить так, посмотреть эти фильмы, заютубить эти фильмы, как эти вот этих в Голливудах они, вот этот вот. Прикинуться голливудской актрисой. Они потом скажут, Татьяна Салмановна их научила морочить голову этим, короче, вот это вот, я даже не знаю. Ну, вы знаете, только бежать к всем не надо, если вы там побежите, а потом скажут, Татьяна Салмановна вам это насоветовала. Нет, Татьяна Салмановна, вам это, знаете, как вот, как какой-то пример, вообще не надо, потому что, в принципе, ну, поинтересоваться даже не знаю, это, в общем, даже не знаю, можно так это советовать или нет. Потом скажут, что она такая вот это насоветовала. Ну, вы идею поняли, да? Вы же пойдете в дорогой салон машин, а потом дорогими бриллиантами интересоваться, вы будете ездить целые выходные. Ну, хорошо, поинтересуйтесь, зайдите в самый дорогой ресторан, поинтересуйтесь, только голову долго не делайте, поинтересуйтесь несколько минут и, короче, выйдите. Так что вот. В расчете на то, что вы разбогатеете, обязательно отметите там свое день рождения. Вот так. Потому что, если вы будете там делать голову два часа, понимаете, вот это. Ну, так, поинтересуйтесь там, зайдите там, несколько минут поинтересуйтесь. Ну, зайти нужно так, чтобы вас восприняли, что и бриллианты вы можете купить, и машину вы можете купить, и VIP день рождения отметить. Вот оно, актерское мастерство. Вот Татьяна Салмановна, лайв-жорно. Татьяна Салмановна тренируется на непринужденные темы. Мужчины, готовьте. Мужчины, я вот у вас уже заползаю, вы здесь постоянно вот это развозите. Я так немножко шучу. Разговаривать непринужденно, так непринужденно завести разговор на непринужденную тему, ни о чем, не имея ничего в виду. Так что вот. А еще я бы вам советовала скрытой камерой все это заснять. Как вы общались, как вы ездили. Можно их там снимать, я не знаю. Вот это только Татьяна Салмановна может, понимаете, в советском, знаете, в российском банке позвонить, спросить. По поводу счета, и по поводу открытия счета, и по поводу перевода. 10 миллионов долларов на свой счет из-за границы. Как-то так поинтересоваться, между прочим. Поинтересоваться, между прочим. А представляете, вот вам, понимаете, здесь уже вот, я просто вам, вот это вот, ну, не надо там делать им долго голову в этих салонах и так далее. Так, по чутку, по чутку, так, чуток, поинтересуйтесь. Не надо им выносить мозг, вот это вот. Вы представляете, какая программа на выходные, вот это вот. Или такое нужно актерское мастерство, и войти уже в это состояние. Вот что имела в виду Мэри Кэй. Я не знаю, что она предложила горничную, потому что горничную, наверное, подмигивать этим дорогим постояльцем этого отеля. Возможно, кто на нее клюнет, и она станет VIP-персона, я не знаю. Так что вот. Посмотрит, там же VIP, смотрит, в каком номере. У тебя сколько таких фильмов есть? Да, эти дорогие, вот эти гости, шикарные, как там вот эти вот, VIP, объезжают, понимаете, в эти отели, потом смотрят, понравилась женщина. Как-то вот так. Если она вот понравилась, понимаете, вот она идет по коридору. А знаете, что имела в виду Мэри Кэй? Вот она идет по коридору, она должна так ходить, как женщина на миллион. И идет он, какой-нибудь бизнесмен, какой-нибудь крутой бизнесмен, миллиардер, и видит ее. И говорит, девушка, принесите мне в номер полотенце экстра, так, чтобы с ней поговорить. Так она ему должна так ответить, чтобы он понял, что она женщина на миллион. Но пока она работает горничной. А не просто так вот это вот она там погулять вышла, что с ней нельзя вот какие-то вот эти. Так что вот. Так что, если он хочет, там может быть серьезные отношения. Хотя, знаете, это очень так вот это вот. Хотя я не знаю, как долго можно дождать там какого-то. Ну, там, а что там? Зато у нас столько шансов. Там столько этих постояльцев. Если это какой-то шикарный ответ, там столько постояльцев этих бывает. Там как раз и есть этот шанс. Так же, конечно, я, Татьяна Салмана вас научит. Сейчас мы пошепчемся. Так же можно посмотреть, какие-нибудь шикарные номера в отелях. Но для этого вам нужно быть супер VIP, чтобы вам показали. Так что вот. Чтобы зайти в какой-нибудь гранд-отель и чтобы вам показали президентский люкс в гранд-отеле. Понимаете, вы должны на такой машине подъехать. Вы должны так выглядеть. И вы должны так ответить, если вам откажут. Чтобы они сразу в постойке смирно стали. Потому что кто интересуется такими номерами, это своеобразные люди. И они чувствуют. Это просто так, это какое-нибудь, какое-то агентство. Или вы просто интересуетесь. Или это просто какое-то, что-то там такое. Эти люди по-другому, понимаете, по-другому общаются. Я однажды уникать не рисовалась на стойке. Я там очень часто раньше была в гранд-отеле Европы. А я однажды поинтересовалась, кто владелец этого отеля. Час Татьяна Салмана пошутит. Татьяна Салмана хотела, чтобы они передали, что Татьяна Салмана собирается обогатеть и купить у них. Это, наверное, какая-то корпорация владеет. Татьяна Салмана собирается у них купить гранд-отель Европы. Так что вот. Знаете, вот о чем я говорю. Поэтому, сказать актерское мастерство, другое дело, не нужно переигрывать. Честно говоря, у меня есть такая манера, если я там что-то интересуюсь, я могу так вынести мозг. Я даже и не замечу, мозг вынесу, короче, вот этими вопросами. Я сразу задам тысяча один вопрос, короче, вот это вот. Задержусь там на два часа, все это выясню. Понимаете, конечно, в общем, ну вы поняли, да? Может, если я интересуюсь чем-то. Просто не надо вот так вот усердствовать, как-то усердствовать в этом плане. А так это легонечко, вы поняли, да? Как-то так легонечко так это. Пробежаться по каким-то вот этим вот. Зато, вы знаете, какая культурная программа. И вот такая VIP. Вот почувствовать себя VIP-персоной и проехаться по этим VIP. А город-то шикарный, да. Петербург, Москва, в Москве вообще вот это вот все такое. Вот. Ну, как я помню, в 2009 году, да, в сентябре, я вышла с выставки этих индийских драгоценностей. Шла по Эрмитажу, вот с этими, там, с этими, которые тоже там, наверное, на их сеансы Коновалова ходят. Я вот так вот шла по Эрмитажу. Я в Эрмитаже много раз была. Я вот так по нему шла, что я дома. Я не знаю, что это было. Это самолет летит. Вот в ту сторону. Простор, красиво. Я шла, как будто бы я вот у себя дома, знаете, вот. Ну, понимаете, наглеть, конечно, не надо, в том смысле, что вот это. Но это вот такое ощущение. У меня было такое очень удивительное ощущение. В этом деле, знаете, надо знать меру, не надо наглеть, хамить, быть каким-то вот этим хамским, там, грубить. Ну, вы поняли, это все исключается. Надо быть на позитиве. Понимаете? Здрасте, пожалуйста, до свидания, будьте любезны. А вот, пожалуйста. Ну, вы поняли, да, вот это вот все. На языке процветания, чтобы вас запомнили. Понимаете? И придите с добром, пожелайте добра. Понимаете? Придите с добром, пожелайте добра. Скажите, боже мой, этот ресторан, так это для меня. Я хочу здесь день рождения отметить. Это так шикарно, это для меня. Сейчас я им добра, добра наживаю хорошего-хорошего. Они мне все покажут. И им хорошо, и мне хорошо. Вы поняли, да? А не так, что типа я такая на пальцах, покажите мне, короче, я такая крутая. На позитиве, понимаете? Чтобы вас хорошо запомнили, что вы такая сказочная, понимаете? Как с этой, в общем, вы поняли, да, что нужно вот быть такой сказочной. Чтобы вас запомнили, такой скажет, такая симпатичная, красивая девушка заходила, и такая позитивная, прям такая какая-то вот волшебная. У вас задача такая. Оставить после себя шлейфа позитива. Тем самым, вы как бы для себя хорошее сделали, и им добро принесли. Чтобы вас, знаете, какое вот это вот, подпитывать друг друга какими-то вот этими, знаете, такой вот этой вот энергией любви. Вот в чем она заключается, понимаете? Вот такое искусство жизни. Вот это вот, подпитывать. Вы знаете, среди негатива проходить с позитивом. Чтобы не запачкаться негативом. Поверьте, Татьяна Салмановна большой опыт в этом деле. Даже если какие-то неприятные люди, там вот это вот, понимаете, думая о них плохо, вы себе делаете хуже, понимаете? Это ваши мысли, это как бы хуже вам. Поэтому нужно проходить с позитивом, понимаете? Вот, с позитивом проходить. Как говорится, если ничего не можешь хорошего пожелать, не думай о них вообще. Проходить с позитивом, не думая о них, в принципе. Потому что вы не сможете, понимаете, быть такой вот этой сказочной, вот такой вот манкой и сладкой, если вы думаете, понимаете, а вот это вот, я не буду вам как-то вот какие-то такие слова произносить, даже мне не хочется. Понимаете, вы не будете, понимаете, чтобы подняться вот на такой вот уровень, не быть вот такой вот VIP, такой сказочной, если вы только мысли вот эти вот будете, а вот это вот, и понимаете, каким-то или матом, или плохим, или что-то плохое, вот это вот, понимаете? Как начнете там, вот он там на машину сел, у меня машины нет. Как начнете разводить вот эту вот такую ерундень? Понимаете, у вас машины нет, а он там парень сел в машину, понимаете? Он симпатичный парень, он уезжает. Мужчина, куда вы поехали? Он вам пиццу везет. Наверное, пиццу везет. Он уезжает, он выезжает, симпатичный парень, погода хорошая, понимаете, молодой, симпатичный, машина есть. Понимаете, если вы ему завидуете, а у вас машины нет, и вы чего-то там вот это, ну чего вы к нему пристаете? Если вы начинаете что-то там вот уже такое крутить плохое, понимаете, какие-то мысли о нем. О чем о нем думать? Да он парень симпатичный, поехал там уже завозить, или, может быть, он уже отдыхать поехал. Подумайте о себе. Вот в чем вот это вот. Потому что если вы зацепились вот этого, что-то там плохое, там начинаете завидовать, там еще что-то, все, короче. Вы знаете, с этого, с этих, в этих высот, с небес, знаете, с такого шикарного, понимаете, эфирического состояния, вы все спустились, понимаете, вы спустились уже. Понимаете? Хотела как-то что-то сказать, ну а зачем вообще вот это? Ну, знаете, вот поэтому нужно себя, знаете, как говорят, в общем, мысли человека проживает, знаете, две жизни. Одну внешнюю, другую внутреннюю, и внутреннее важнее. Кстати, очень интересная тема. Вы не читали вообще лекции, вообще книжки на эту тему, понимаете? Потому что когда вы, например, вечером, если вы, например, в принципе живете один, там человек живет один, он закрывает, он приходит с работы, он закрывает день, например, он один живет в квартире. Понимаете? Вы, знаете, вы остаетесь со своими мыслями, вы остаетесь один на один. Конечно, люди включают радио, разговаривают по телефону, включают ютубы, телевизоры и так далее, понимаете? В надежде на то, чтобы, знаете, не быть в одиночестве, чтобы это их развлекало и так далее. Но когда вы вот это все выключаете, понимаете, вы остаетесь один на один с собой. Со своими мыслями. И качество ваших мыслей, вообще, в принципе, качество ваших мыслей, качество ваших мыслей зависит от качества вашей жизни. А мысли должны быть возвышенные. Подняться, вот это, знаете, вообще, вот это, как там это буду, знаете, вот это вот, ничего, я раньше думала, знаете, такая-то как рыба, которая плавает в океане и спрашивает, что такое океан. Так что вот, это состояние, понимаете, сесть, чувствовать себя великолепно, сесть и наслаждаться бытьем. Так что вот, я этим занимаюсь много лет. Не думая ни о чем, вот, ну, такое, там, если что-то нужно сделать, это да, там, вот это подумать. А так, не думая ни о чем. Такое вообще вот это сознание, ну, как бы вообще мысли, вот, ну, вот, просто наслаждаешься бытьем. Ну, да. Не хотела я здесь какие-то вот эти вот вернуть, какие-то штуки. Ну, не хочется, мне, знаете, вы, знаете, вот это позитивное, вот это вот все куда-то там уводить. Ведь тот негатив, который за всю жизнь накопился, он человека тянет. Если этот негатив накопился, он человека тянет вниз. Поэтому люди, чем старше, тем они больше боятся. И боятся, знаете, вот этого того, что будет там, и вообще, и на самом деле, когда этого негатива накапливается очень много. А если это вообще, то есть, это, знаете, такая концентрация, вот это вот. То есть, это отдельная тема, это негативное состояние, я этим не занимаюсь. Я могу вам рассказать, но я тогда испорчу мое, это VIP-видео. То есть, я сейчас начну рассказывать о негативе. Я не хочу о негативе говорить. Вот Татьяна Черниговская в своей лекции задала очень интересный вопрос. Она силами мозга, вообще мозгом занимается давно. Имеет такие ученые степени. Она вот там задавала, как бы, такой вопрос, вот так вот. Я знаю на него ответ. К чему это все? Она очень интересовалась, к чему это все. К чему это все? Ну, мое субъективное мнение. У меня есть мое субъективное мнение на этот счет. Субъективное мнение. интернета, что ей 75 лет. Честно говоря, если посмотреть на Софию Ротару, которая 70 с лишним, и на нее ей 75, и думать заниматься проблемами мозга, или быть певицей, такой народный, тебя народ любит и выглядит как София Ротару, конечно, там тюнинг, я понимаю, тюнинг вот этого. Я же еще раз говорила, между нами девочками вот эта вот тетенька на пенсии, такая пенсионерка, рядом с которой мужчины, она такая в шляпе, такая вся вот это вот, на макияже. Как она, как-то, ну это певица такая, и она еще думает, понимаете, на своей этой пенсии вот за этого выйти, или за этого выйти замуж, или не выходить ей замуж, понимаете. Она при своей внешности и в таком возрасте, она еще, понимаете, вот это вот еще думает, размышляет на эту тему, вокруг нее вот эти мужчины, понимаете, выглядит она для своего возраста шикарно и, в общем, на самом деле интересная профессия. Для тех, кто ходит заниматься проблемами мозга, на самом деле прикопаться в каких-то вот этих вот состояниях, понимаете, копаться в негативных, хорошо копаться, быть специалистом в позитивной психологии, это одно. Просто я, конечно, не знаю, я с детства мечтала работать в уголовном розыске, но это была не судьба, так что вот, я подумала, если б я проработала 20 лет или 25 в уголовном розыске, он бы на меня такой отпечаток наложил, что я не была бы такой феерической. Вы меня понимаете, да? И то же самое, копание в этих отрицательных состояниях. Я не знаю, наверное, людям доставляет это удовольствие, конечно, если вам доставляет удовольствие, понимаете. ходить туда, понимаете, например, в эту психушку, изучать этих психов, их состояние, о чем они думают и смотреть на них. А потом они будут вам ночью снится. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Как страшный сон. Татьяна Салмановна вспоминает. Придется видео портить, что ли? Я не знаю. Сейчас Татьяна Салмановна как скажет, а что делать так? Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 видео я загрузила на два моих канала ютуба Татьяна Салмановна Мактум Саин Фудин так что вот, это я специально говорю для 93-й квартиры так что вот такие дела я еще не слышала там они хлопали дверью, там она живет наверное этот футболочку я видела, они там сушат футболочку потому что живут они там так что вот сегодня там они хлопали дверью к ним сегодня, по-моему, кто-то звонился так что, господа Егоровы Татьяна Салмановна собирается с вами судиться имейте ввиду так что вплоть до Верховного Суда даже может быть вплоть до Европейского Суда по правам человека вы имейте это ввиду и доказывать групповой сговор так что вот вы думаете, я вас развлекаю чтобы вы пошли вот там вот шопиться, короче, в Град-отель Европа сейчас нахуй мне это надо я просто показываю себя это моя творческая студия позитивного мышления сила позитивной мысли я здесь снимаю видео как бы такой же уровень для, в общем, вот так вот в защиту моей чести и моего достоинства для Европейского Суда по правам человека так что вот это надо иметь ввиду мы будем слушать супругов Егоровых и их родственников так что вот какие претензии они имели ко мне в тот пару лет для этого я и заснимаю вы думаете, что я вас собираюсь развлекать я вас собираюсь вас учить бесплатно, да? если вы хотите быть женщиной на миллион заплатите деньги и Наталья Правдина вас научит я о деле вы думаете, что это развлекательная программа вот эта вот сейчас танцует я просто показываю и чакры вот это что я все делаю сама вы что думаете танцую я для чего что я все это сама приготовила что я все по дому сама делаю в магазинах и а что думаете вот это вот зубы-то поехала лечить в поликлинику пойду себя развлекать что ли или вас поразвлекать хочу немножко и там тоже с этими слялинами тоже вот эти лялины вот эти Егоровы так что вот вся эта площадка ниже этажом выше этажом на первом этаже так что вот чьи подписи там стоят на заявлении я так понимаю вот соседка как ее там из этой из 91 квартиры Вера так что вот послушаем какие у Веры ко мне претензии так что вот такие вот дела если я ее даже не видела если я ее уже много лет не видела и она сдает квартиру зачем она там подчеркнула подписала я знаю там я вспомнила что она там подчеркнула подписала так что я точно не могу сказать вот и послушаем какие там претензии 91 квартиры просто я это сказала просто я вам хотела вот показать вот это вот понимаете и мне это пришлось сказать sorry господа потому что я сказала и как говорится вот это дальше я буду продолжать вот это такие феерические то есть вот ну мне нужно было сказать а как а что делать я очень не хотела я очень не хотела это видео портить я уже хотела чтобы это видео было в VIP и так далее просто а вы имейте ввиду я заснимаю огромное количество видео в общем я сейчас не брендирую то есть я просто заснимаю и загружаю и там не пишу то есть ну немножечко а я пишу конечно количество видео моя страница там вконтакте фейсбука мои каналы на ютубе эту информацию я пишу так что то что я автор книги тайная психология денег ну такие вот дела просто ну пришлось сказать а что сделать пришлось сказать а то знаете они подумали что я уже пошла эти видео снимать книжки читать да мне это интересно я этим увлекаюсь много лет я этим делаю я это я вот и сейчас ну пришлось сказать а что делать чтобы они знали понимаете не то чтобы я уже там в европейском суде в человека вот этого я у меня уже огромная понимаете подборочка видео и так далее я уже могу показать фрагменты и так далее то есть знаете это как судился со мной Александр Сергеевич я сразу послала я собрала документы обо мне понимаете я подумала ну что я там приду буду о себе говорить мало ли кто чего там скажет я подумала лучше всего скажут документы я собрала там два раза им там отправила документов я подумала там вот так вот пролистать и сразу будет видно вот это вот достойный я наследник недостойный то есть и все закончила 8 классов училась в ПТУ понимаете вот это вот секретарь машинистка созданием иностранной машины писи стенографии поступила на вечерний юрфак закончила вечерний юрфак по специальности правоведения работала в журнале правоведения вместе с Ивановым Антоном Санычем бывшим председателем высшего обитражного суда на втором этаже на втором курсе преподавал нам Медведев Дмитрий Анатольевич так что вот была я замужем за ПТУ Максимом Данске 4 года жила в Америке период брака у нас было куплено ферма в Вермонте два дома во Флориде квартира в Санкт-Петербурге парковка в Санкт-Петербурге так что вот я даже ксерокопировала документ что я отправила там на Истелу Данске в Америку документ чтобы ферму в Вермонте на Эстелу переоформила на Перри то есть там сразу когда вот что я книжку написала «Тайная психология денег» что эту книжку я оплатила с моего счета Балтийского банка все эти документы то что с моего счета Балтийского банка была оплачена квартира в Санкт-Петербурге которую мы купили с моим бывшим мужем Парри Максвелом Данке так же как и гараж я ей предоставила все необходимые документы на этот счет и даже главы моей книги так что вот это не просто что-то Татьяна Салмановна говорит я предоставила документы и там то что у меня есть водительские права была американская грин карта на много лет американские права что я сдавала и здесь на водительские права и в Америке на водительские права что я была больше чем в 25 странах мира я им от ксерокопии о мой иностранный паспорт в каких странах я была профессионально и другие документы там сразу смотришь и понимаешь с кем ты имеешь дело все официальные документы это не просто так просто я показываю что я занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года я сейчас сняла уже около 300 видео в рамках моей творческой студии позитивного мышления сила позитивной мысли показать что я разбираюсь в этой теме что я изучаю эту тему что у меня просто любовь, страсть и вообще эти книжки я очень хочу все это все люблю что я не просто говорю что да я там вот изучаю мне это самое интересно конечно я себе пиарю конечно моя студия в общем я рассчитываю в общем как говорится то есть ну здесь конечно вот так что скрывать я рассчитываю быть такой же известной в области позитивной психологии как Энтони Робин быть такой же богатой что скрывать я не скрываю я просто показываю что я разбираюсь в теме что я посетила огромное количество курсов я рассказываю о моих путешествиях иногда может быть как-то очень так-то откровенно так как-то экстравагантно но попробуйте понимаете попробуйте вот так вот встать и быть актрисой я хочу быть актрисой понимаете может быть сниматься в каких-то рекламных роликах я в принципе еще тренируюсь актерское мастерство тренируюсь учусь по ютубу такие вот дела арт-фотограф арт-дизайнер блогер писатель модельер но специалист в области позитивной психологии личностного роста мне скажут ну хорошо вы сказали что вы специалист покажите нам что вы специалист я вам скажу пожалуйста 300 видео на двух моих каналах ютуба Татьяна Салманова Мактун сайт будем на русском на английском языке это я говорю я текст мой ну да я читаю книги я читаю свою книгу я читаю книги из моей библиотеки я комментирую в общем смотрите изучайте показываю себя знаете как это как модельер хочу быть этим дизайнером актрисой вообще такая вся такая красотка показываю себя в разных нарядах все мои наряды показываю себя в своей квартире моя обстановка моя мебель так что вот предметы быта мои дизайнерские проекты понимаете вот то что смотрите это видео сама заснимаю все сама сделала понимаете и интерьер и прическа и макияж и ужин приготовила и сама заснимаю и свет и в общем буду сама загружать и текст мой сама все говорю все сама да еще и тренируюсь я еще тренируюсь разговаривать с Михаилом Маратовичем Фридманом ну да это я для себя уж и думали вот это то что я вот это вот сказала как говорится вот вот это VIP там VIP вот это ну это такой уровень понимаете ну попробуйте с миллиардером Михаилом Маратовичем Фридманом как-то вот это поговорить на уровне понимаете быть на уровне быть на уровне миллиардера так что вот там еще много чего делать надо еще яхты будут изучать эти мужские всякие эти аксессуары всякие такие аксессуары так что вот так что вот не надо вот это не надо потому что если мне скажут хорошо у меня высшее юридическое образование но по специальности я не работал так что вот но то что я разбираюсь в позитивной психологии что это книжки я прочитала огромное количество книжек огромная у меня была библиотека в Америке я написала эту книгу я писала сама мою книгу и то что у меня часть уже новых книг этих куплена вот и в общем я там ну в общем я этим увлекаюсь понимаете я там даже знаете как там вот это вот я даже преображаюсь когда говорю об этом понимаете это VIP это тема любви и в общем так что вот изучала различные понимаете у меня тематика наука жизни это не просто позитивная психология не просто позитивная психология наука жизни это различные моменты понимаете потому что жизнь она в общем многообразна вот поэтому конечно в рамках моей творческой студии позитивного мышления я затрагиваю разные вопросы разные вопросы так что вот также изучаю тантра тантра йогу вот книжки там и о сексе и секреты горячего секса ну так несколько там таких видео в общем какие-то ну книжки тут несколько книжек там читаю мне и самой интересно сама тоже это изучаю вот просто скажем знаете а вот математика что вы думаете о математике вообще разбираетесь там физика математика там химия биология там еще что-нибудь нет я ничего вам сказать по этому поводу вообще не могу потому что ну и не могу ничего сказать а то что я засняла 20 тысяч видео то что я заснимаю то что я засняла мой лайф журнал и снимаю уже больше 2018 2019 2020 и 2021 почти каждый день огромное количество по многу часов и вот больше 300 видео уже уже целенаправленной понимаете это творческая студия позитивного мышления силы позитивной мысли так что вот это уже такая уже уже такая тематика которую я могу показать скажут покажите пожалуйста то что я жила в холодном мылинге там вот волка марина тоже тоже там плясуете тоже будет так что вот а то будет там шакура там сказал там по типу там до магадан вообще вот это попросила у него чайник подогреть и знал что я жил в холодном мылинге даже не пустил чайник подогреть так что вот но с другой стороны наверное те люди которые отказали те которые при исполнении от которых зависит на тех ответственность понимаете уголовная ответственность а в принципе наверное шакур он как бы хочет пускает хочет не пускает это знаете его личное такое дело просто вы понимаете вот видите там кто-то замерзает понимаете вот это в холоде там вот это вот холод а там человек мерзнет тем более там видишь что человек живет там в эллинге уже несколько лет я хотя бы он видел что я грелась на улице я спросила хотя бы на лестницу чтобы он меня пустил хотя бы чайник я там на лестнице попила хотя бы теплого чая он мне сказал что я вам чайник вынесу на улицу и посмело у меня еще зимой тогда про кресло спрашиваю знала что я в холодной мылинге живу объявление клею вообще вот это вот и посмело еще по поводу кресла спросить это Матильдочкино или нет это вообще просто просто звери понимаете просто звери туда же пойдут и все социальные службы там обращалась в различные эти службы чтобы мне подключили там электричество и так далее что я замерзаю мне отказали так что пусть они как бы не надеются у меня эти видео остались так что вот а я вам у меня видео остались я вам говорила что я замерзаю что мне холодно что я ночую в общем такая ситуация они мне отказали так что вот так что оставили в опасности понимаете оставление в опасности ну не будем знаете не будем там вот это вот как какая-то тематика у нас такая с вами пошла в общем какая-то тематика-то пошла а вы говорите VIP просто я вам хотела сказать про жесткую конкуренцию про Джона Рокфеллера про большой бизнес что как бы вообще в принципе в большом бизнесе друзей нету там есть конкуренты так что вот и как охраняются вообще эти бизнесы какая-то вот эта ну я точно вам сказать не могу но могу предположить немножко так что вот а как уже охраняет свой бизнес владелец вот этих магазинов пятерочка вы понимаете да представляете такой вообще размах альфа групп Михаил Маратович Фридман с которым я стипендиат с ним стипендиат такие вот дела они знаете еще скажут да стипендиат я затем такая покажу эти 350 видео скажу я не просто стипендиат я VIP стипендиат так что вот я не просто стипендиат я и VIP стипендиат и как говорил этот профит про свою жену Элизабет что если Элизабет захотела бы лондонский мост она бы уговорила продать лондонский мост так что вот Татьяна Салманова такой стипендиат что она тоже чувствует в себе силы если нужен этот мост Татьяна Салманова тоже может уговорить чтобы отдали этот лондонский мост короче так что вот это не просто так какую-то машину там съездить поинтересоваться так что вот только я много раз об этом думала только понять зачем он мне нужен не могу зачем мне нужны там это дома драгоценности понимаете хаммеры понимаете я знаю а зачем мне например лондонский мост я никак понимаете вот как-то вот ну нафига мне лондонский мост говорит что у меня есть мост в Лондоне да Ой, в общем, на самом деле, кто мне там подарил? Вергасова мне дарила книжку ГУЛАГ. Потом эту книжку ГУЛАГ я подарила Юрию Анатольевичу. Вы не читали такие, знаете, вообще такие вот эти тематики вообще какие-то вот такие вот вообще на самом деле. Магадан, ГУЛАГ, Сталин. Я же там вам загружала. Вот это вот. Обратили внимание вот это видео, как он там стоит? Как же он сказал? Я же не поняла, там столько мужчин, понимаете, даже не видно. Я просто удивилась, что столько в СССР было вот этих военноначальников. Или какой там этот Сталин. В общем, на самом деле. Потому что я уже, знаете, вот каким-то он стал, он был таким, он таким стал, его сделали таким. Вот я уже ему говорила, он лучше бы и хотел быть по-другому, но ходил, сколько там, в этой шинели солдатской. И, в общем, так вот, как-то вот так вот. Потому что это как бы не лечится. Это, знаете, можно надеяться на чудо, можно надеяться на какие-то религии. И, знаете, бывают чудеса, чудеса, чудесные исцеления там в горах, где-то там еще какие-то чудесные исцеления, понимаете. Это исцеление на уровне чуда. Потому что обычно это, в общем, как-то вот так. Можно сказать, что система Сен-Жермена, вот трансформация, понимаете, вот эта трансформация негативных состояний, вот этот позитив. Невыплескивание, понимаете, как говорят, нельзя в степе держать негатив, он разрушает, понимаете, он разрушает. Поэтому японцы, они как-то это выплескивают, знаете, они в эти автоматы, как Амада говорила, там играют после работы, или кого-то какие-то, где боксируют. У мужчины, у них какую-то грушу тут боксируют, а у него до тех пор-то груша висит. Боксируют, понимаете, вот это снимает напряжение, снимая напряжение, вот, поскольку оно уже разрушает. А вот трансформировать по Сен-Жермену, понимаете, этот негатив в позитив. Вы поняли, да? Я, кстати, ну вот на этом негативе, на этом негативе, зато могу выдать, сейчас я посмотрю, так это или нет. А я, знаете, вот этот вот негатив, я его трансформирую, зато, знаете, мне, в принципе, это никогда особо не было свойственно. Знаете, как я его трансформирую? Я его трансформирую примерно в мои сценические, вот, заснимаю такие видео, и могу вот такие видео заснять, знаете, вот эта вот красотка из фильма, как Джулия Робертс. Вы поняли, да? Такая она по этому фильму, понимаете? Вот это. У меня никогда не было, то есть, а я вот трансформирую вот это вот в какое-то вот такое для, вообще для муви, для фильма. Выдать вот такой вот негатив и трансформировать его вот в какое-то вот это вот, вот это могу тоже как-то показать, как-то вольготно сесть, то есть мне, в общем, как-то вот это вот. В этом какое-то такое вот актерское, знаете, такое какое-то актерское мастерство. Ну, сама, ну что поделаешь? Сама хотела, знаете, хотела, думала, вот это шикардо, в принципе, видео, которые, знаете, какие они у меня, я, знаете, специально, уже видели, я такую специальную подборочку даже делала, у меня огромное количество видео. Даже из-за моей творческой студии я сделаю такую хорошую подборочку, рекламируя себя. Так что вот, вы имеете в виду, там на каждом видео я, я снимаю только себя. Так что вот, заснимаю только себя. На всех этих видео я. Так что посмотрим, ну да, что, заснимаю, я вижу, ноутбук мой заснимает, ну, иногда он так бывает у него такие, там, как-то, иногда он так может немножко не заснять. В общем, если заснимет, все, буду загружать, вообще-то я сама, но вообще надо, не надо вот тут, потому что зуб, зуб должен, там, этим юмором восстанавливать, этим юморочка, немножко юморочка. А так, конечно, вот, дышу, понимаете, мне балкон открыли, дышу водом, как-то я уже сконцентрировалась, на чем-то непонятно вообще, на чем я сконцентрировалась. Идея такая, наслаждаться собой, природой, погодой, заснимать видео, как-то вот так. Ну, здесь как ни крути, понимаете, вот тут хотел через суд отобрать у меня, понимаете, признать меня недостойным наследником. Александр Сергеевич Юрьевич, он все суды проиграл, понимаете, отобрать хотел, вот половина, половина моей квартиры, вот этой, половина дома, участка на железнодорожной дваде. Я уже объясняла, как бы, ну, вот, как говорится, потом они решили пойти дальше, понимаете. Так что, если этот факт будет установлен, так что вот, в уголовном процессе, по групповому сговору все и пойдут. Так что вот, вот такие дела. Так что, вот такие вопросы, как вот вы, смотрите, все разбилы, которые мы расскажем. Они думают, знаете, когда я уже стала снимать позитив, они, знаете, если я о чем-то таком не говорю, значит, что я не знаю. Я просто об этом не говорю. Все знаю. Татьяна Салмановна все знает, но она просто об этом не говорит. Так что имейте в виду там. Имейте в виду. Я что хотела сказать, в этом вопросе нужно иметь железную хватку, как у Сталина, понимаете, вот это железная хватка. Просто когда Татьяна Салмановна вспоминает холодный эллинг, вот это вот, так скажем, 4 месяца и 10 дней в этом Сквартово-Степаново и Кащенко. Так что вот, это не просто железная леди, это не просто даже Сталин, понимаете, это вообще вот это, так что вот. Ну что, знаете, когда я начинаю что-то такое, надо, знаете, как-то вот, как это вам, как советуют, что советуют, знаете, вот начинаешь, знаете, начинаешь, сидишь, начинаешь, какие-то вот, ну, я уже думаю, все, закрыли тему, тему закрыли, Сталин Салман, закрыли тему, сказали, закрыли. Закрыли тему, потому что не надо углубляться, что мне углубляться. я просто хотела показать, я же делала, видела там-то, костюмчик я сделала, вот это вот, что, как бы, что это я, мне нужно было сказать, иначе как. так что вот. Ну, к тому, что вот это зубы, зубы лечу, в поликлинику поеду и так далее, там, это вот все. Так что вот, чтобы они не имеют виду. Кстати, электрика сегодня видела, проходил там, ну, так называемый, не знаю, электрик он или не электрик, однажды он мне говорил, что он электрик, сколько там лет назад. Так что вот. Вот. Просто поговорим, знаете, юридический язык, он специфический, он не так, знаете, вот будем сейчас вот это тут, это обсуждать, сейчас позитивчик мы обсудим, много слов мы скажем, как бы вот это вот поговорим, юридический язык, язык факта, факта, по факту, что вам по факту, так что, а все остальное аут, аут. Юридический язык, он другой. Там вот это что-то там догадываться, а вот что-то там, кто-то там думает, вот это вот. И это вот это можно детективы писать, там еще что-то, вот это вот, какие-то там, знаете, Пелевин там, себе книжка, которая отдыхает, что-то там такое. Тема, тематика-то какую. Хотел я переключиться на что-то такое, переключиться, тему-то еще хотела какую-то такую обсудить, тему. Вот еще тему такую интересную, что-то такое вам интересненькое сказать. Я вот смотрю, то есть, у меня поставлен в комнате мой ноутбук, но у меня открыт, знаешь, мой балкон, и там у меня открыто, ну, так не очень, ветерка сейчас особо нету. В общем, дышу, в общем, дышу, гуляю, дышу воздухом, ну, как бы у меня много видео заснято, как бы, в принципе, там я на мой балкон ставила видео, а сейчас я просто оставлю это вот здесь вот, да, в комнате. Так что, в квартире, в комнате, я просто у меня открыта, ну, не знаю, слышь. Погода, конечно, 31 градус. Дышу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну там туалет На одного Такой мужской Такая девушка зашла в туалет Закрыла Закрыла эту щеколочку Так что вот Ну а через пару минут Через пару минут Оттуда вышел мужчина А в туалете там больше никого не оказалось Ну да Да А что это? А это наверное продолжение Какой-то какой знаете кто-то хочет написать Такой фильм как Иван Васильевич меняет профессию Понимаете это машина времени Это что-то такое С машиной времени связано В общем что-нибудь такое Потому что это фильм Его смотришь Пересматриваешь И в общем Ну в общем это классика Вообще классика И не просто мужчина кстати Заметь На больших чинах Вышел туда мужчина в форме В форме он вышел Или он не в форме вышел В больших чинах военных Ну да Туда вышел мужчина в больших чинах военных Я даже не удивлюсь что он еще пока Я сказала Там еще спрашивают Есть ли у вас льготы Нажмите на кнопочку Нажмите на кнопочку Есть ли у вас льготы Ну да Там такой Там такой Бонусы такие есть Такая машина Она спрашивает Есть ли у вас льготы Я не знаю Там Нажимаешь Пальчиком Да Есть ли у тебя льготы Или у тебя льготы Нету Так что вот Многие так удивились Многие так удивились Многие так удивились Что там по сценарию Многие так удивились И подумали Это ж надо Так что вот И хотят знать Как это произошло Так я сама Пишу сценарий книжки Я сама даже не знала Так что как это произошло Я сама даже не знала Я посмотрела совсем недавно Сейчас вот это вот Пишу сценарий Думаю Надо отвлечься Сценарий ходит Фантастический Что у меня такое фантастическое Специально Какие-то тематики А что у меня там еще есть У меня еще есть Нюхач Фильм Нюхач Очень интересный По мотивам Чего-нибудь Такого Кашпировский С Чумаков С этой водой Которые тоже отдыхают Какие-то тематики у меня такие Они выпустят А эти жаждущие Они что Они хотят Таких чинов Хотят Одежаждущие Ходить таких чинов Которых в принципе В принципе не бывает Там мужчина военный Вышел в таких чинах Которых в принципе вообще не бывает Он наверное еще из тех В далеких времен Это был путешественник во времени А это такая фантастическая Такая фантастическая книжка Такая фантастическая Такие чины В таких чинах В общем это А эти понимаете Претендующие Они хотят Такие какие-то чины Чтобы иметь такие чины Какие имел Сталин Нужно выиграть войну Так что вот Здесь как ни крути Здесь как ни крути Народ воевал Он возглавлял Так что вот Ну вот Тости он так об этом и говорил Что да Народу много Мы им благодарны Так что вот Он возглавляет Ну это я про Сталину Я вам пересказываю Отрывок этого фильма Муви Который я смотрела Так что вот Я вам покажу Я вам покажу Я вам покажу Ах, эти художки, эти кроссовки, художки, что-то там на все время, в принципе, я думала, знаете, как-то вот это вот, в принципе, не так еще, знаете, что-то светло, на улице, ночи, белые, белые ночи, сколько там времени сейчас у нас 22 часа, 22 часа и 12 минут Ну, сейчас можно еще, как это, наслаждаться и наслаждаться природой, погодой, природой, погодой наслаждаться, ветерочек такой, потому что, знаете, такие вот эти белые ночи, а самая хорошая погода, это как раз вечером, самая хорошая, шикарная, самая шикарная погода, это как раз вечером, днем как-то очень жарко, или с утра, или вот так вот вечерком, понимаете, вечерком, совершенно прохладно такая, кстати, мороженое, мы сегодня в магазинчике смешали, вот мы куплю по 8, конечно, раскупили, я такая прорекламировала, это мороженое по 8 рублей, конечно, что раскупили, это мороженое по 8 рублей, не было этого мороженого в магазинчике, понимаете, одно дело, если бы на мой, на мою студию позитивного мышления писали бы хорошие отзывы, были бы там единомышленники, были бы какие-то там, ну, хорошо там, Диме нравится, Василию Валерьевичу нравится, ну, понятно, вот, еще несколько человек, а так, там даже меня никто с днем рождения не поздравил, никаких там, ничего хорошего там особо не пишут, так что вот, это как бы, все это пустое, нужно понимать, это все пустое. Другое дело бы там, как Наталья Правда написали, мы желаем Вам счастья, мы желаем Вам любви, процветания, мы Вас любим, нам нравятся Ваши видео, Ваше творчество, мы там читаем Ваши книжки, то есть, в общем, как-то вот. Ну, как пишет в Школе очарования, это милая женщина, давайте подпитывать друг друга вкусной энергией любви, понимаете, взаимно, присылайте мне какие-то смс-ки, там Ваши сообщения, что Вам это понравилось, медитация, я оргазмическая, я красивая, что она вот тратит время выкладывать в бесплатном доступе, и она надеется на положительные отзывы, на хорошие отзывы, чтобы это была, в общем, такая энергетика хорошая была. Ну вот. Поэтому, когда я вижу на моей странице ВКонтакте Витя Салман, через депис, Мактум Сайф, через депис, что там кто-то один, понимаете, кселит мои вот эти вот видео, там для себя, да, вот эта кселит там, для себя вот эти видео. Вращаются, я просто понять не могу, вращуете на что? Что Вам это нравится? Если Вам это нравилось, Вы бы там, наверное, написали, что Вам это нравится. Вращуете на то, что говорят, что это кто-то другой, что это не я? Как? Прямо, моментально, прям выкладываю, прям смотрю, вот так перепост себе в этот, вот этот, прям перепост, прям сразу же, как будто бы они прям вот там вот, прям там и днюю и ночуют, прям вот это вот, на моей странице, Прямо сразу перепост у них. Там, вот в той комнате, стоял комод, небольшой такой комод, его мама покупала, Тамара Петровна, комод, такой как бы, такого цвета, этот комод, кстати, был такого же цвета примерно, как я купила шкаф для Веры, только темного цвета комод, но не совсем темный-темный, но такой темный, темная ДСП была, небольшой такой, наверное, 90, 90 на 40 вот такой комод, на нем телевизор стоял, там было ящика 4, 5, наверное, 5 ящиков, так вот в самом верхнем ящике Георгий Анатольевич потому что они там очень любят. Они, когда я про Юрия Анатольевича говорю, они как-то эти видео особо не ксели. Они это дело очень любят. А, нужно что-нибудь из детства сказать про мою собаку Фреда? Ну, давайте, поспоминаем. Ох, хотя, знаете, вот, и страсть еще, знаете, а в детстве у меня страсть, я так мечтала о собаке, я так хотела Колле, этот клуб служебного сапоговодства, я так хотела, мне мама купила породистого щенка, ах, и со страстью ходила в этот клуб служебного сапоговодства. Чтобы заиметь собаку, надо было дать зачет, понимаете, и получить зачет, чтобы купить в ДСА собаку породистую. Я сама ходила, занималась там, ездила, что-то писала, потом с ней занималась, она кормила ее, как там, с бабушками кормили по часам там, в общем, с собаками там вообще, гуляла с ней, потом обучала ее на общих курсах, на специальных курсах, на выставке мы с ней ездили, вот, она получала много медалей, но не совсем призовые писательства, второе, третье место, понимаете, второе, третье, первое она никогда не была, потому что, к сожалению, понимаете, там еще смотрят на окрас, на окрас, а колли, она была, знаете, такая, без черного она была, без черного, она была рыжебелая, и воротник на холке, понимаете, если воротник на холке широкий и сходится, знаете, вот такой вот, как это говорится, когда воротник на холке идет, ну, в общем, знаете, у у нее же такая грудь такая белая, да, и воротник этот холку все огибает, вот. И такие собаки, а это же считается, что они же еще по красоте, то есть какое место, как она выглядит по красоте и так далее, по породистости, а если у нее не полный воротник, вы поняли, да, уже, как говорится, собаки с полным воротником, с такой вот этой, да, они более ценятся. А у нее был не полный воротник на холке, вот, белым, вот этим белым. Ну, чтобы такую суперэлитную, надо больше денег было заплатить, особенно более элитную собаку. Такой нюанс. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Да, вот, понимаете, вот не было у нее, знаете, вот, есть же полностью такие шикарные такие воротники сзади, в белом вот этим вот. А у нее она вот была не с полным воротником белым. Это что Татьяна Салмановна говорила, заказывает, что я была Александровой Татьяной Юрьевной, так что вот, что мы жили на Дровяном переулке, что я ходила, пошла в первый класс, в 2-3-4-ю школу, так что вот, потом мы переехали на Гражданскую улицу, а потом мы переехали сюда, я живу 30 лет. 25 лет постоянно живу в этой квартире. Так что вот. Обратите внимание, на моем Life Journal это идет вот это, потому что я это таким образом доказываю, что я Александра Татьяна Юрьевна, чтобы не было никаких вопросов, никаких сомнений. Это можно узнать, выяснить и так далее, по вот этим вот. Так что вот. Над Ременом у нас был 5-й, 5-й этаж без лифта, а лифта не было. Какая физкультура хорошая? На 5-й этаж без лифта поднимешься, крепкие ноги, крепкая попа, физкультура, шикардос, шикардос. Понимаете? С утречка с собакой сходишь погулять, обратно, потом в школу, потом из школы, потом опять с собакой гулять, потом вечером опять с собакой гулять, вниз-вверх, ну вы поняли, да? Спуститься, подняться, да еще погулять, как минимум полчаса. Так что вот. Вот вам и зарядочка, и фитнес. 5-й этаж без лифта. Представляете, аккуратно надо подняться, спуститься, подняться, это вам не лифты вот это вот. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Ну что, еще хочу сказать, что помогает мне создатель неба и земли. Так что вот, я об этом неоднократно писала, я об этом говорила, и очень-очень много раз это написала. Так что вот в моем лайф-джорнале и также в моей студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, но здесь, конечно, меньше, поскольку я не брендирую здесь мои такие особые видео. Ну, не то, что особое, только такую красную информацию, и только иногда так пишу. Спасибо. 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 Ну, и вообще, честно говоря, я уже как-то как-то таким юмором как-то хотела как-то вот это вот сказать, юмором. Ну, и вообще, конечно, вот ходила, когда я там ходила днем, видела мужчину, так что вот. Была у меня такая мысль, кто это и что это. Честно говоря, я вообще, честно говоря, ужаснулась, просто ужаснулась. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Просто некоторые думают, знаете, вот там вот так-то вот написано, знаете, где-то там говорят в Коране, там еще, знаете, вот это вот, сгореть в аду, понимаете? Я вот так считаю, что гореть в аду, вы там узнаете, как прожил большую часть своей жизни Александр Сергей Юрьевич. Вот узнаете, 19 марта 1970 года рождения, как он прожил большую часть своей жизни. Вы узнаете, что такое гореть в аду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И как говорила Афканщенка, как ее там, Любочка, Любаша, ее называли медсестры в этих, короче, в этих костюмах там, ковидных, Любаша. Как говорила Любаша, лучше всех, но никто не завидует. Так что вот, вы узнаете про эту Любашу, так что вот такие вот дела. И когда вот такие, как Александр Сергей Юрьевич, повносят мозг, понимаете, вот это вот, получаются такие люди, как эта Любаша, которых потом привязывают и днем, и ночью. Ночью к кровати, а днем, короче, к этому, короче, к дивану. Так что вот. Потому что их психика не выдержала. А Татьяна Черниговская хочет их изучать. А я ей так скажу. Там вот так вот повыносили мозг, что ее мозг не выдержал, понимаете, вот это вот. И она, короче, вот так вот. А если долго, наверное, такие состояния изучать, то они, наверное, по ночам будут сниться. Знаете, кошмары, вы знаете, вот это вот. Типа семейка Адамс. Эта семейка Адамс еще будет сниться. Короче. Я вообще считаю, что оттуда просто, понимаете, нужно к позитиву каким-то этим вот этим. А они еще все это еще изучать хотят. Это точно. Знаете, вот эти вот, которые, как это называют? То есть такое, еще такое слово вот это вот. КРИК ТОМОН Любовь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они, знаете, иногда хотят что-то спросить. Они так вот, интересно, в общем, так вот так... Они иногда хотят что-то спросить. А у кого они спросить хотят? Они хотят спросить у мастера Сан-Жермена, который трансформирует, понимаете, этот негатив в позитив. И появляется, понимаете, в разные тамности, столетия, века и так далее. Но это бесполезное занятие. Но это бесполезное занятие. Продолжение следует... По обычной жизни спрашивать не у кого. Увы, короче, увы. Стучат, там не открывают. Понимаете, стучат, там не открывают. По обычной жизни, короче, вот это. А спрашивать, понимаете, спрашивать у мастера Сан-Жермена, в общем, на самом деле... Ну, это для какой-то фантастической книги. Какой смысл? Если он захочет, он сам как-то напишет. Почитаете потом. Обычный не выдержит и не выдержал бы. И равнопостальный бы не выдержал. Уже все, как говорит. А они все что-то как-то еще хотят поинтересоваться. Книжку, наверное, да. Книжку, ну, в библиотеке можно взять, почитать Сан-Жермена, курс алхимии, в общем, что там. Просто, когда он выходит, они все падают, да, они понять не могут. Что это такое было? Вот он выходит, а там никого, они все упали. Вот он вышел, они стучатся. Потом он выходит, а они все падают. Да, может это стучатся даже не как-либо. Да, может это стучатся даже не как-либо. Ринскому папе. Вот вы будете постучаться к ринскому папе. Вам там скажут по поводу постучаться. Постучаться. Надо им там в шапку это повесить. Ринский папа такой сидит, так, не мыть и вот это вот. Как его там? Надо посмотреть, как его хоть зовут-то вот это. Ну, ладно, я сломанно. Давайте уже эти иронические детективы. Белевые. Ну, тебя нужно как-то, понимаете, там, какие-то вот это вот, ом, усимарон, а трусы на люстру как-то вот-то закинуть. Что-нибудь это вот такое. Что-нибудь такое интересненькое. Уже, знаете, так темнеет. Смотрите, какой уже темнеет. Сейчас, кстати, свет, сейчас я зажду свет. Нервничный свет. Вот это у меня спала-то я мало. Ах, я такая супероргазмическая. Знаете, этот свет. Потому что там-то еще светло. Мне присветило как-то не особо. Я, знаете, дышу, дышу воздухом. Вот. Это, понимаете, вот эти, читать какие-то вот эти вот библейские, понимаете, вот Содом и Гамора были, в общем, которые, вот то, что сгинуло, понимаете, вот это, когда уже настолько все было, уже ничего нельзя было сделать. И как-то вот, и как-то вот случалось что-то, что они, понимаете, исчезали. Ну, вы поняли, да? Понимаете? А вот это какая-то Содом и Гамора, она сгинуть не может, поскольку ответственность, никто ответственности за это, понимаете, не возьмет. Военный начальник, понимаете, полководец. Кто объявил войну, вот это вот, лидер страны, несут ответственность. Они так, что понимают, куда-то что-то пропадает. А здесь ответственность и такой, вот это, такой негатив, как бы, вот это вот. Поэтому они бегут. Они бегут, это в ту сторону, или куда они бегут? Я не знаю, куда они бегут. Все войны, которые были в мире, они, в принципе, легли тяжелым грузом. Так что вот, на руководителей там, этой страны, полководцев, я так считаю. В виде энергетики, в виде ответственности. Правильные решения, неправильные решения, кто там, что поступил, вот это вот согласно. То есть, ну, там много всего, я так считаю. Это по этому, по Лепшиному, вы там почитаете. Ну, вот сколько там боевых действий было, какие-то поля такие, понимаете, там, Бородино, еще что-то. Вот так вот можно стоять на каком-то там, смотришь поле, смотришь деревья. А там такая энергетика, непонятно, прямо, прям ужас какой-то. А вот это вот энергетика, вот это какие-то боевых, вот эти каких-то действий и так далее. Вот эта энергетика, она осталась. То есть, тем более, в таком городе живем, в Ленинграде, блокада здесь была 900 дней. 900 дней блокады было страшно. Я так понимаю, был страшный выбор у людей. Понимаете, здесь жрать было нечего. Страшный выбор. Кто карточки терял, там, вот это страшный выбор. Голодная смерть. Голодная смерть и замерзание в холоде, холодные зимы были. Страшное дело, понимаете. Когда человек терял эту карточку или ему не украли.